Жилищно-коммунальное хозяйство уделяет особое внимание благоустройству общественных территорий и созданию комфортной городской среды. В то же время в Пинске регулярно фиктируются случаи вандализма и порчи предметов оформления городского пространства и общедомового имущества. Как воспитать в горожанах бережливое отношение ко всему, что находится за пределами собственного жилья? Порой кроме штрафа ничто уже не действует. Эти незатейливые художества едва ли украшают соколь многоэтажного жилого дома, расположенного на одной из центральных улиц Пинска. Маловероятно, что авторы оставили здесь свое граффити для красоты. Скорее из хулиганских побуждений, ведь далеко не каждое граффити – это вид искусства. В данном случае невнятные каракули, влекущие за собой ущерб, который исчисляется немалыми суммами и ляжет на плечи жилищного ремонтно-эксплуатационного управления города. За месяц это уже не первый факт порчи городского имущества, подтверждают специалисты ЖРЭУ. Найти виновных в конкретном случае сложно. А вот горе художников, которые такими же бессмысленными надписями разукрасили новый лифт, недавно установленный в одной из многоэтажек, отыскать удалось во многом благодаря соседям. Авторы этих росписей проживают здесь же, в этом подъезде, и жильцам хорошо знакомы. Далее дело передается в руки милиции. Смета вот этой покраски – 70 рублей с лишним. Будут выплачивать, милиция обязует их выплачивать. Это уже дальше работа наших правоохранительных органов. Как я уже сказал, по каждому факту вандализма – обращение в милицию. Все новые лифты оборудованы камерами видеонаблюдения, которые позволяют хранить информацию в течение трех месяцев. Поэтому отыскать нарушителей сейчас стало намного проще. Хочется сказать, что это все делается не для государства, это для нас всех, для людей. И попросить более бережно относиться к данному оборудованию, потому что оно является технически сложным и тяжело очень ремонтируется. Актом вандализма считают в ЖРЭУ и пожар, который произошел в многоэтажном доме по улице Полеской. Его причиной, вероятнее всего, стала непотушенная сигарета. На лестничной площадке в одном из подъездов загорелся деревянный ящик, принадлежавший жильцам. Мы сидели на кухне, завтракали, и я увидела, что среди детки идет дым. Я думала, идет замыкание. Побежала щечек выключать. Видно было, что с площадки все это идет. Я вызвала пожарную, пожарная приехала. Мы думали, что соседи горят, потому что испугались зажить ребенка. Пожарные молотцы быстро. Приехала милиция, пожарные, скоро все. Все провели проверку, будут выяснять, кто это поджег. Все, никто ничего не трогал, потому что надо и печатки, наверное, были снимать. Работники ЖЭСа пришли, с утра сам его убрали. Благодарны, спасибо им большое. Очень быстро, оперативно все сделали. Во время пожара огнем повреждены стены и потолок на трех этажах. Стеклопакеты. Чтобы привести в порядок лестничную площадку, здесь предстоит сделать существенный ремонт. А вот на чьи плечи лягут расходы, уже будет разбираться милиция. Ориентировочная стоимость ремонта будет составлять 4600 рублей белорусских. Стоимость ремонта подъезда будет взыскиваться с виновного лица, который сейчас на данный момент устанавливают сотрудники ГВД, либо жильцов подъезда этого дома. Так как под действующего законодательства ремонт подъезда выполняется силами жильцов. И за счет жильцов. Это надо понимать, что имущество жильцов. И не кончается квартира жильца за дверью квартир. Квартира это общее имущество. И подъезд, и дом, и крыша. Нет вариантов по-другому относиться. И если люди не понимают, то это будет выполняться пострадало имущество, выполняется ремонт, пострадало, выполняется ремонт. В любом случае это будет делаться за счет жильцов. И будет прививаться культура любви к своему дому. В данной ситуации не лишне будет напомнить о том, что курение на лестничных площадках, в подъездах, кабинах лифта и других вспомогательных помещениях, многоквартирных домов и общежитий запрещено. Хотя многие горожане и пренебрегают этим правилом, нарушение которого наказывается штрафом. Бережное отношение к имуществу, которое находится за пределами собственного жилья, лежит на совести каждого. Важно помнить, что чистым, уютным и красивым Пинск делаем мы сами. И нам с вами в нем жить.